Доброе утро! В студии хорошего настроения вместе с вами уже проснулись Саша Каштанова и Антон Мартыненко. Дорогие друзья, мы еще раз возвращаемся к сегодняшнему празднику. Напомню, сегодня по народному и православному календарю отмечается тот самый медовый спас. Говорить мы будем о меде и с кем же еще вести эту беседу, как не с тем, кто о меде знает все или практически все. Сегодня в гостях у студии хорошего настроения директор предприятия Инвет, торговый дом Мир Пчел Леонид Демкин. Доброе утро! Доброе утро! Вдвойне приятно беседовать за чашечкой ароматного чая. Сладкие подарки предоставлены партнером программы кондитерской фабрикой Видьба. Бисквитные сладости от Видьбы – это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Видьба, наполняем жизнь вкусом. Попробуй нежные, имплазированные пирожные с молочной, клубничной и вишневой начинкой. Как чудес на вокруг и рядом с другом. Силость, милость у нас наполняет Сноу-Макс. Сноу-Макс – сказочно вкусно. Леонид, я так понимаю, у вас сегодня, можно сказать, профессиональный праздник? Ну, конечно. С профессиональным вас праздником. Что принято дарить, пчеловоды дарят друг другу на медовый спас? Уж не мед ли? Ну, не только друг другу. И даже соседи там рядом, которые просто любят мед, угорчать медом и поздравлять. И есть у нас такое слово, интересное такое. Мы, пчеловоды, общаемся с друг другом, говорим «авиапис». Хвала пчели. Расскажите нам, пожалуйста, про вашу пчелиную семью. Сколько у вас ульев? Ну, у меня было 100. И они передвижны все на павильонах. Но потом, когда я более широко, мы развили сеть торговых магазинов, сделали мы это во всех областных центрах. Потому что там не только мед. Самое главное было помочь белорусским пчеловодам обеспечить пчеловодство. Инвентарь, оборудование, которое для пчел. Да. А это нигде не достать. Полечить пчелу, лекарства. Вот та же самая ворщина для пчел. Расскажите, что такое ворщина для пчел? Это основа. Основа даже всего пчеловодства. Если хорошая ворщина, это как дом для пчел. Вот эти, видите, ячейки. Потом пчелы ставим мы в улей. Да, они оттягивают и наполняют медом. А когда вас последний раз кусала пчела? Ну, знаете, вчера. Так вот. В ногу. В ногу. Ваша родная пчела? Да. Просто некоторые думают, что можно козу домашить, козу домашить. Пчелу нельзя домашить. Она постоянно дикая. Общаясь с пчелой, наверное, лишним стал движением и так далее. Когда человек, пчелы воспринимают его как часть природы, и он двигается медленно, он от руки его не быстро ходит, а вот так, как ветви деревья, там это. Она воспринимает какой-то друг. Как думаете, наступит ли время, когда вот пчелиный домик можно будет увидеть, ну, прямо на балконе у себя поставить, пускай они там с балкона летают, собирают? Ну, в принципе, это не новость. Потому что 960 парсик на крышах домов в Берлине. Леонид, вы к нам не с пустыми руками пришли? Я так понимаю, это все продукция того, что делают пчелы. Вот можно ли выделить, я знаю, что есть там всякие перга молочная, это молочко какое-то, сам по себе мед, соты едят, даже с пчелами соты едят. Что прям вот самое-самое полезное? Самое полезное? Ну, самое полезное тут, безусловно, маточное молочко. Это эликсир молодости-долголетия. Что такое? В данном случае, в данном случае, вот это маточное молочко, мы его закупаем из Сочи. Белорусы могут произвести его, пчеловод, у себя, но вот это сделано, типа, видите, как таблетки. Таблетка. Но пчеловод достает в виде маточника вот такая пчела, вот такая пчела-матка. Это матка? Да, вот видите. Это живая матка? И пчела ее кормят только маточным молочком. А обычный мед матка не ест? Нет. И она живет, представляете, сколько она живет? 365 дней в году, 5 лет. Представьте. 5 лет насекомая живет? 5 лет, да. И она производит пчел. И она начинается вот этим, да? Она получает энергию маточного молочка. А почему из Сочи покупаем? Его сам не сложно делать? А дело в том, что у пчеловода в виде маточника, с улья достает маточник, и в маточнике, если открыть маточное молочко, оно хранится будет 30 минут до часа. Или его надо взять молочко, заморозить это в морозильник, маточник. А это сделано уже замороженное, и потом сделано, ну, как фабрика таблеток. Я буду съедать по 2 таблетки в день маточного молочка. Это эликсир молодости и доларились. Пчелой не принесешь, да? Ну, представьте, эликсир молодости, да, о чем говорит? Родовая пчела же уйдет в 40 дней, а это 365 на 5 лет. Фантастика. Вот люди, вот мы хотим изобрести, у пчел уже это все есть. Уже все изобрели? Да, да, конечно. Здорово. Скажите, а как выбрать хороший мед? Многие не знают правил, да, традиционных. Смотря какой сезон. Вот если вот сезон, как август, откачка. В основном у пчеловода меда откатывает вот такой мед, видите? Светлый, красивый такой янтарный. Нет, ну, видите, он текущий мед. Это показатель того, что он свежий. Да, да. Ну, запах имеет еще. Если, допустим, мед постоит, он начинает кристаллизоваться. Если он постоит месяц-два, видите, вот такой станет. Да. Это же не значит, что он с сахаром, да? Нет, конечно. А вот смотрите, вот постоял который год, он может стоять 10 лет. Слушайте, а я читал, что в пирамиде Хеопса нашли мед, ему там под 5000 лет, и его до сих пор можно есть. И особенность пчелы, обратим на тот контейнер. Пчелы, когда откатывают свежий мед и хороший мед, они две трети хромочек должны запечатать, заклеить крышечками. А если пчеловод, вот грычики мед, вы спрашивали про мед грычики. А он быстро наполняется, и пчела не успеет его запечатать. А пчела поспешила, откачала, пожадничала. Тот мед может закиснуть. Он должен беречь свою пчелу, не забрать весь мед, чтобы там ничего не было. Поэтому некоторые пчеловоды спрашивают, ты сколько накачала меда? Я, говорит, 40 килограмм. А ты сколько? Год неудачный? Я нисколько. А сколько вышло у тебя зимой к кипчу? У меня, говорит, все. А у тебя как? А у меня все пропали. Пожадничала, оказывается, пчеловод. В нашем белорусском госте существует мед цветочный, натуральный и острый. Нет понятия такое, что-то липовое, малиновое и так далее. Все. И поэтому у нас в Беларуси, чтобы не вводить в обман покупателей, пчеловод должен поставить мед, вот, допустим, такой мед, но он сдает его анализы, но он в лабораторию, лаборатория и санэпидемстанции проверяет, чтобы мед был, так сказать, натуральный. Естественно, вот что мы говорили, репродукцирующая сахара, сахароза, и выписывают документ, что там нет ни радиации, ничего, дают документ, что мед соответствует ГОСТу и СНИПу. Безопасность для здоровья. Ну, давайте поподробнее остановимся на пчелоинвентаре, который вы предлагаете. Расскажите, что это вообще такое? Пчеловод идет к пчеле, да? Ну, идет он без маски, без тюрьмы, ну и что? Ну, как я шел прошлым летом, когда меня покусали. И даже не зная, как вести себя, ну, я там, я хозяин, меня пчела знает. Ну, пчела вылетает, слушай. У меня другое мнение. Что за парень? И он еще в движении там что-то махнул, и там что-то ускорил, шах, и бах-бах под глаз. Вот так вот. То есть нужно всегда быть защищенным, да? Потом он пришел к пчеле, а значит, что нужно? Нужно так сделать, чтобы пчела тебя приняла. Во-первых, в дымар, в дымар зажигают, конечно, пчели это нехорошо. И пускают дым, и не торопятся, не напротив улья становится, потому что лед пчела идет. Если бы я был пчелой, и вы бы ко мне подошли вот в этом костюме, я бы сказал, Леонид, ты что, мне не доверяешь, что ли? Ой, сегодня у нас такая сладкая беседа, и в честь этого мы подготовили не менее сладкий подарок от нашего партнера. Да, Леонид, спасибо огромное за интересную беседу, мы не можем отпустить вас с пустыми руками, без сладких, тоже сладких партнеров от нашей программы. Начинайте утро вкусно с бисквитными сладостями от кондитерской фабрики «Витьба». А я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был директор предприятия «Инвет», торговый дом «Мир пчел» Леонид Демкин. Спасибо огромное, Леонид. Мы провожаем гостя, а со зрителями студии «Хорошего настроения» встретимся буквально через несколько минут.